Добрый вечер. Хочу вам рассказать, точнее пересказать. Это не совсем моя информация, политологи рассказали, а я уже давайте перескажу как экономист. Ну просто интересно. Вот здесь, как вы видите, информация о том, что Яценюк заявляет, что в случае, если его отправят в отставку, ну соответственно его фракция народного фронта выйдет с коалиции, коалиция развалится, возникает вопрос, зачем она это делает. Еще раз повторяю, это не рассказали политологи. А я рассказываю. Значит, почему он пугает? Оказывается, вы очень хитрец. Но я так понимаю, для многих вас это не тайно, что Порошенко не хотел ли яценюка стать премьерой. Но. Приехали большие дяди США, в кулаком по столу, ну, поставим, что стоит сидеть. Но. Поставить-то он его поставил. Конечно, желание поменять. И, в принципе, как бы сложилась вроде бы благоприятная ситуация. Оказывается, уже дяди США как бы махнули рукой на Яценюка, типа, менять. Сложно сказать, что тема им не угодила, но, мне кажется, просто надоело. Ну, понимаете, даже американцы понимают, что это не премьер. Ну, дело так уже киски. И. Помните, я вам говорил, что местные выборы вообще значения никакой не имеют. А они действительно, если посмотрели, ничего радикально не поменялись. Ну, покричали там, смотри. Это была проверка. То есть, окружение Порошенко вполне логично хотело посмотреть про результаты местных выборов, расклад сил. Мало того, обратили внимание, что на местные выборы пошли новые партии. Это не случайно. Это новые проекты, которые тоже тестировали выборами. Чтобы посмотреть, смотри, пройти ли они в Верховный Совет. Понял? Вот для чего все это надо. Сделали. Опять еще раз повторяю. Не мои цитаты. Я не знаю, как политологи это считали. Но что они сказали? Что, оказывается, результаты не очень для Порошенко. А простой вопрос. А кто же выиграл? Они сказали так, что если будут выборы Верховного Совета, то премьером будет Юлия Тимошенко. Я не знаю, как они считали, но они сказали так. Наверное, они больше знают. Спорить не будут. А это, как вы понимаете, ну, настолько не надо Порошенко, потому что, боже милость, там вопрос, если не упускай будет. Но вы сами подумаете, Юлия Тимошенко, премьер, Порошенко, президент. Это кошмар. И вот здесь и возникает тема интерьера. Скорее всего, человек тоже это осознает. Ну, вряд ли у него. Тоже есть какие-то там и советчики, и политологи. И вот теперь он пугает президента. Пугает, прямо понимаете слово. Вот это заявление он пугает. Типа, если в случае чего, если как-то не так, я тут дверью хлопну, в отставку, калица развалия и в выбор. И Юля премьер. А! Страшно! Вот такая интрия. Смешно? Да нет, обычно. Вообще, в политике, поймите, политика вообще мало интересуется вашей зарплатой, вашей работой, вашей жизнью, вашим кредитом, курсом долга. У них интрига, интрига. Вот это подковерное. Настычать, делать пакет, скинуть. Вот. Понимаете? Когда, по этому причине, когда некоторые клоуны, прямо понимают слово, рассказывают, вот сейчас мы там поставим. Да поймите вы. Живите своей жизнью, меньше думайте за премьеров. Они без вас там организуются как собаки. И какая им разница, кого поставят, как поставят. Но! Это есть в этих некоторых. Так что такая ситуация. Не удивляйтесь. Их интересует только своя кормушка. А вы им абсолютно не интересуетесь. Вот видите, почему про слово ТЗ интересно. Ну, так, для наглядности.